Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как рассчитывается налог на имущество и как он связан с кадастровой стоимостью? Какие налоговые ставки и льготы действуют сегодня? Об этом мы поговорим и в нашей студии начальника отдела управления Росреестра по Самарской области Иван Маслов. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Добрый день. Расскажите в общем о налогах на имущество физических лиц. Когда они начисляются, в какой момент и за что мы вообще платим? Итак, ну я позволю себе немножко углубиться в историю. С 1991 года на территории Российской Федерации действует закон о налоге на имущество физических лиц. Наконец-то, ну пришла пора, наверное, наконец-то сложно говорить, но тем не менее, с 2015 года у нас применяется другой, абсолютно новый способ для формирования этого налога. Это, ну собственно, этот налог начинает рассчитываться с кадастровой стоимости этого недвижимого имущества. И как раз это вызвало очень много вопросов. Что поменяется? И люди боялись, что вот налог, конечно, увеличится в стоимости и будет больше. Всегда ли это так? Это не всегда так, как, собственно, мы это уже в 2006 году, эту историю проходили с земельным налогом. До 2006 он исчислялся с нормативной цены земли, а с 2006 с кадастровой стоимости. Так и сейчас. Если ранее этот налог исчислялся с инвентаризационной стоимости имущества, которая, по сути, представляла стоимость строительства за вычетом коэффициентов на износ, а в настоящее время это будет исчисляться именно с кадастровой стоимости, которая является определенного рода отражением рыночной стоимости недвижимости. И момент начисления, вот когда мы начинаем платить, оплачивать вот этот налог на имущество? С 2015 года. Я имею в виду вот сам... Оплатить это, собственно, по мере того, как люди, правообладатели этой недвижимости, они получат налоговые уведомления. То есть здесь налог начисляет и направляет правообладателю налоговую службу. А как рассчитывается этот налог? Мы платим налоги на имущество. Вот налог на имущество что входит? Какая недвижимость и движимость? Ну, собственно, я все-таки начну. Движимость – это, наверное, машины. Ну, на первую часть, да? Как? Весь налог, ну, собственно, его суть – это два, ну, две базовых нормы. Это налоговая база, собственно, в качестве которой сейчас у нас является кадастровая стоимость самой недвижимости, и налоговая ставка. Все прочее – это уже некие вспомогательные вещи, как, например, налоговые льготы и вычеты. Вот, итак, значит, что касается вопроса о кадастровой стоимости. Ну, мы к нему вернемся чуть позже, но, тем не менее. Кадастровая стоимость – это стоимость, определенная массовыми методами. То есть это некая средняя стоимость недвижимости. Да, рассчитана для каждого конкретного объекта, но, тем не менее, некая усредненная. Чтобы сразу все понимали, что это такое, соответственно, это никто на объект не выезжал, никакой оценщик. К сожалению, это так. Объектов у нас больше миллиона. На каждый выехать невозможно. Естественно, это именно массовая оценка. Результат – он в любом случае представляет из себя некую усредненную цифру. Поэтому в некоторых случаях она выше, чем рыночная, в некоторых случаях, естественно, ниже. А если собственник не согласен, допустим, с завышенной, вот так получилось, что соседи по площадке живут приблизительно в одинаковых квартирах, но выясняется, что у одного собственника жилья почему-то он платит больше налоги. Вот как быть в таком случае? Можно ли оспорить эту кадастровую стоимость? Для начала, извините, как ее узнать? Потому что не все мы владеем этой информацией. Для начала, как ее узнать? Самое первое. Ну, если мы говорим о том, что собственник задумывается об этом в момент, когда он получает налоговое уведомление, то в строчке относительно своего объекта, в таблице, которая приходит в налоговом уведомлении, обязательно есть именно указание кадастровой стоимости, от которой рассчитывается сам налог. С указанием всех видов льгот и вычетов, которые человеку в данном случае положены. Что касается льгот, вы прекрасно понимаете, что они нуждаются в определенного рода установлении самим собственником. То есть, когда сам собственник взаимодействует с налоговой службой. А что касается налогового вычета, это вычет, предусмотренный законом. Для квартиры он составляет 20 квадратных метров. Вернее, не сами метры, а кадастровую стоимость этих квадратных метров. Для комнаты, как объекта налогообложения, это 10 квадратных метров. И для жилого дома, индивидуального жилого дома, это 50 квадратных метров. Вот это вычеты, которые являются стандартными и не зависят от правообладателя. Все прочее, то есть освобождение по возрасту, возможно, по статусу ветераны, инвалиды и прочее, это нуждается во взаимодействии с налоговой службой. Потому что эта информация, естественно, в налоговой службе либо присутствует, либо отсутствует. Но уточнить это, к сожалению, можно только в индивидуальном порядке. А вы на практике сталкиваетесь с физическими лицами, которые оспаривают кадастровую стоимость? И что им рекомендуете? Как вообще, какой это процесс, вот именно для того, чтобы оспорить кадастровую стоимость? Что нужно сделать? Куда идти? Кому предъявлять претензии, недоверие? В настоящее время у нас ситуация складывается следующим образом. То есть по именно правообладателям, физическим лицам, по объектам жилого назначения, то есть квартиры, индивидуальные жилые дома, у нас обращений, ну, именно в комиссию, с критерием которой я являюсь, пока не было. Это, скорее всего, связано с тем, что, во-первых, граждане еще не получили эти налоговые уведомления. Так вот направьте тогда граждан, которые получат. Все вопросы связаны в настоящее время с ошибками или возможными ошибками в налоговых уведомлениях по этому имуществу за предыдущие годы. То есть сейчас люди платят, вот, ну, собственно, за 2014 год. Как платили. Да, это касается инвентаризационной стоимости. Поэтому сейчас работа состоит в основном в информировании граждан. В целом, если говорить об оспаривании, то у нас есть два пути для граждан, которые выяснили, что, ну, скажем так, ошибок нет, со стоимостью все нормально. Ну, в кавычках, наверное, нормально для гражданина, если она выросла, и он недоволен, да? Вот. Для него есть два пути. Это обращение в суд, вот, и обращение в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения катастрофы. Эта комиссия, она где вот располагается? Эта комиссия создана при управлении Росреестра. Ну, здесь стоит сразу сказать, что для граждан, в отличие от юридических лиц, данное обращение в комиссию не является единственным возможным или не является первым. Например, юрлица могут обращаться в суд только после комиссии. Физические лица, слава богу, от этого освобождены, они могут обращаться в суд напрямую. Но здесь, конечно, нужно отметить такой немаловажный момент, прежде чем человек задумается об обращении в суд. Дело в том, что если человек не согласен с выставленным налогом и как следствие с кадастровой стоимостью, то, конечно, надо понимать, что чтобы суд установил иную кадастровую стоимость, ее нужно представить, ее нужно определить. А это, соответственно, мы приходим к рыночной оценке. Затраты на то, чтобы определили, нанимать кадастровых инженеров и так далее. Нет, не кадастровых инженеров, а независимых оценщиков. Ага, понятно. А если речь идет о земельном участке, о стоимости земельного участка, то, наверное, схема абсолютно та же. Для спаривания в суде или в комиссии, она работает, эти обращения в комиссию действительно есть. В суд их существенно больше в настоящее время, и количество исчисляется сотнями. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Мне пришло налоговое уведомление за 2014 год. Расчет из кадастровой стоимости произведен. Правильно ли был начислен этот налог? Ну вот мы и столкнулись с тем, что как определить вообще правильность начисления, потому что мы же не математики, не специалисты, чтобы понять, занижен он или завышен. Здесь бы, конечно, уточнить, какой налог на имущество или земельный налог. Потому что, как я уже сказал, если по земле ситуация принципиально 2014-2015 год не поменялась, и налоговая база практически в 100% случаях та же самая, то есть человек может сравнить, допустим, 2014-2015 год, то по объектам недвижимости, по квартирам, по домам, здесь ситуация сменится кардинально. Поэтому, естественно, в таком случае нужно смотреть само налоговое уведомление, либо хотя бы представлять, о каком объекте идет речь. В принципе, технология достаточно простая. Если мы начинаем сомневаться в кадастровой стоимости, если она как-то резко поменялась или что-то случилось такое, то, конечно, можно обратиться как в онлайн-сервисах через сайт Росреестра, либо на публичной кадастровой карте, также через сайт Росреестра, посмотреть информацию о кадастровой стоимости по кадастровому номеру или полному адресу. Самый простой поиск по кадастровому номеру. Можно его знать. А вот кадастровый номер, он где? Кадастровый номер либо в проустанавливающих, либо кадастровый паспорт, кадастровая выписка, либо в том же налоговом уведомлении он указан. Потому что это является основным, скажем так, идентификатором для определения объекта недвижимости. Он уникальный, он не повторяется, поэтому вы... Ошибок быть не должно. Если вы его правильно написали, значит, это ваш объект. По крайней мере, по всем данным, служб, Росреестра, налоговой, это будет совпадать, эта информация. Соответственно, информацию о кадастровой стоимости, так как налоговая получает от Росреестра, ну, соответственно, ведет кадастр у нас наше учреждение. Вот, поэтому здесь какие-то, если проблемы связаны с кадастровой стоимостью, соответственно, можно заказать эти сведения. Как я уже сказал про информацию в режиме онлайн, также есть такой документ, как эта кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, она бесплатная, делается в течение пяти рабочих дней, может быть заказана как на бумажном носителе, так и в электронном виде, вот, через сайт, либо при личном обращении в кадастровую палату, либо в МФЦ, в любой МФЦ, причем на территории области, вне зависимости от местоположения участка, то есть в Самаре можно заказать на Тольятти абсолютно спокойно, вот, либо кадастровый паспорт и кадастровая выписка, но там предусмотрена плата. Чтобы узнать, скажем так, для собственного использования, достаточно может быть электронного вида. Это буквально 2-3 дня, не больше, как правило. Вот, что дальше, следующий шаг. Итак, мы, скажем так, узнали, уточнили кадастровую стоимость. Если кадастровая стоимость совпадает с той, которая указана в налоговом уведомлении, то, соответственно, ну, это те сведения, которые содержатся в кадастре. На основании них и рассчитано. Здесь, конечно, нужно отметить, что документы, о которых я сказал, это кадастровая справка, либо выписка, либо паспорт. Ну, выписка и паспорт немножко не так, но кадастровую справку нужно заказывать на 1 января того года, ну, собственно, за который платится налог. Если налог за 14-й год, значит, на 1 января 14-го. Так как у нас налоговым, собственно, кодексом установлено, что год является вот у нас платежным временем, да, то, соответственно, нужно заказывать на 1 января того года, за который платится налог. Поэтому вот это, что касается кадастровой стоимости. Далее смотрим ставки, льготы и так далее. Если ставка соответствует той, которая установлена, в случае земельных... Вот прежде чем понять, что такое ставка, вообще хочется понять. Ставка – это процент от кадастровой стоимости, который платится. То есть ставка устанавливается в процентах. Например, вот что касается льгот, там сложнее. Льгота может устанавливаться как в некоем натуральном выражении, то есть в рублях за объект. Допустим, по земельным участкам до сих пор в ряде муниципальных образований действует льгота о снижении налоговой базы на определенную сумму. Причем вне зависимости от того, сколько стоит объект недвижимости. Например, земельный участок. Снижение базы налоговой, ну, читай, кадастровой стоимости, на 10 тысяч рублей или на 100 тысяч рублей. Неважно, сама суть, по натуральному выражению. Либо количество метров. Например, в Самаре, насколько я помню, 600 квадратных метров подсадоводства не облагаются налогом. Соответственно, облагается все свыше этой площади. И так далее. То есть вот это пример возможных льгот. Соответственно, в случае, если гражданин может быть освобожден от уплаты налога, это вопрос для работы с налоговой службой именно гражданина. Следующий вопрос. Приобрела дачу в 2014 году. Земельный налог пришел в 2015, исходя из кадастровой стоимости. Почему? Если речь идет о земельном участке, дача, да, как земельный участок, то все абсолютно правильно. В 2015 году человек платит за 2014 год. Что касается, если, ну я уже сказал про 1 января года, если объект приобретен в течение года, то число полных месяцев. И это четко прописано налоговым кодексом. А кадастровая стоимость земельного участка зависит от района, в котором расположен земельный участок? Конечно, местоположение – это один из основных факторов стоимости. Здесь, конечно, нужно делать различия в стоимости по дачным или садоводческим участкам, которые расположены в населенных пунктах. Ведь у нас не секрет, да, что большая часть участков на самарских просеках, они, собственно, предназначены для садоводства. Вот. И под садоводство в районе, в сельском районе, именно вне населенного пункта. Здесь нужно смотреть, конечно, по документам, в том числе по категории земель. В первом случае – это земли населенных пунктов, во втором случае – земли сельхозназначения. Хотя назначение и там, и там может быть садоводство. Поэтому стоимость может быть различной. Вот это вам пример разницы в местоположении участка. Следующий вопрос. «От дедушки мне достался гараж, знаю, что его нет в базе кадастра. Обязательно ли по закону ставить объект на кадастровый учет?» Вот действительно, есть гараж у человека? Я думаю, что здесь стоит заказать документы в кадастровой палате. Именно на получение кадастрового паспорта или хотя бы кадастровой справки. По адресу. Если документы хоть какие-то на гараже есть, я имею в виду, ну, свидетельство старого образца, договор купли-продажи, допустим, 90-х годов, да, то вполне возможно, что этот объект на самом деле есть в кадастре. Вот, потому что в результате инвентаризации объектов, которая проводилась в 2000-е годы, большая часть или практически все объекты были поставлены на кадастровый учет. Вне зависимости от волеизъявления гражданина, да. Они носят статусы ранее учтенные и по ним вполне может в конце концов человеку налог и прийти, если мы говорим о налоге. Ну, есть же вот, так скажем, нелегальные такие вот гаражи, нелегально поставлены, установлены во дворах там или еще где-то. Ну, это уже самовольное занятие земельного участка и прочее, то, что относится к сфере законодательства об охране земель. И, соответственно, к, естественно, к кодексу об административном правонарушении. А что вот грозит таким собственникам? Ну, в первую очередь, если это самострой на, ну, соответственно, мы имеем в наличии здесь состав административного правонарушения, то это будет определено, выявлено и, конечно, может привести к штрафу. Следующий вопрос. Могу ли я узнать кадастровую стоимость в режиме онлайн или через интернет? Ну, частично уже ответил, да. Через сайт Росреестра, онлайн-сервисы, либо на публичной кадастровой карте, либо напрямую через этот сервис. Это можно узнать, можно посмотреть, если границы объекта есть на карте, соответственно, можно даже увидеть его местоположение, что его окружает и так далее. Всю сопутствующую информацию. Следующий вопрос. Хочу уменьшить кадастровую стоимость участка. Что может повлиять на изменение кадастровой стоимости? Вот самому как-то, наверное, это сделать невозможно? Ну, самому это сделать невозможно, это, конечно, делается в заявительном порядке. То есть это возможность, это не обязанность, и никоим образом, естественно, никто на этом настаивать не будет. Это дело гражданина, дело правополадателя. Поэтому здесь можно сказать, что для того, чтобы это сделать, как я уже сказал, есть два пути. В суд или в комиссию, если правополадатель физическое лицо, если правополадатель юридическое лицо, в комиссию, затем в суд. Вот. Для большинства лиц, ну, как я уже сказал, обладателей небольших объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых при оспаривании может поменяться незначительно, конечно, в первую очередь нужно задуматься о целесообразности данного процесса. Потому что, как мы уже с вами говорили, возможно, он может влечь за собой затраты. Из-за идеи уменьшить оплату налогов, то те же затраты, собственно, ну, не те же. Ну, те же, не те же, это вопрос уже каждого конкретного случая. Я, конечно, здесь не рассматриваю вопрос наличия ошибок. Вот. Собственно, частично это мы с вами посмотрели в вопросе о соответствии кадастровой стоимости тому, что указано, допустим, в налоговом уведомлении, потому что если не соответствует, то, конечно, здесь прямая дорога в кадастровую палату или к нам с запросом о причинах таких разночтений. Потому что если стоимость различается, значит, возможны какие-то и ошибки. Все ошибки в соответствии с законом о кадастре у нас делятся на технические, допущенные людьми, скажем так, да, и кадастровые ошибки, это ошибки в документах. И в том, и в другом случае их можно исправить. Варианты здесь самые различные. От написания просто заявления уполномоченный орган, да, до обращения в суд по данному вопросу. Так как у нас, ну, ясно же, что если при массовой оценке оценивалось у нас в 2010-2011 годах, и утверждена она была в 2012 году, практически миллион четыреста тысяч объектов, да, то, естественно, там ошибки могут быть. Их также точно надо исправлять. Поэтому, соответственно, все это решаемые вопросы. Следующий вопрос. Кто и по каким критериям определяет стоимость земельного участка? Нам определили в 350 тысяч, а колхоз скупает по 50. Это вопрос соотношения, конечно, рыночной и кадастровой цены. Да? Потому что вопрос о кадастровой стоимости. За сколько покупают? Ну, собственно, вещь у нас стоит ровно столько, за сколько ее можно продать, да? Вот. Поэтому и кроме того, в данном случае речь идет о свободе договора, конечно же. Не нравится вам цена 50 тысяч рублей? Не продавайте. Да. Государство определяет кадастровую стоимость для целей налоговложения, ну, буквально по закону, да, и иных целей, предусмотренных законодательством. Поэтому здесь можно говорить, конечно, что в некоторых случаях, ну, это действительно так и есть, кадастровая стоимость может быть выше, чем рыночная. Дело в том, что рыночная меняется каждый день, да, в зависимости от ситуации на рынке, от желания продавца или покупателя, от всего чего угодно. А кадастровая же стоимость, это есть некий срез на определенную дату, некий средний, ну, или, скажем так, не то, что средний, да, для правильного понимания, усредненный. Вот. И, соответственно, он принимается государством, как некое... А, как правило, на какой период вот из практики? Это не из практики, это установлено законом достаточно четко, от трех до пяти лет. В настоящее время это именно время регулярной оценки. Есть два участка. Земли одного населенного пункта. Один оформлен для садоводства, второй под ИЖС. Налоговая ставка у них одинаковая. Оба находятся в Смышляевке. Правильно ли это? Или ставки должны быть разные? Вот действительно, под садоводство, что мы говорили уже, и под ИЖС. В данном случае они могут быть разными, но здесь вопрос определения ставок, он у нас отнесен к компетенции органов местного самоправления. В данном случае, если речь идет именно о черте населенного пункта или о сельском поселении Смышляевка, соответственно, это администрация сельского поселения Смышляевка. Что касается кадастровой стоимости, то у этих земельных участков она будет, естественно, разной. Если этот документ действительно так и есть. Ну, соответственно, скорее всего, так и есть. Нужно смотреть, конечно, эти два объекта недвижимости, но в целом ситуация по стоимости ИЖС и садоводства, естественно, в пользу ИЖС. Она выше. Ну, как по сути, в принципе, наверное, так и должно быть. И по рынку так и должно быть. Не зря многие земельные участки под садоводство стремятся стать ИЖС, скажем так. Поэтому. Следующий вопрос. Где и как заказать справку о кадастровой стоимости объекта? Можно ли это сделать в МФЦ? Можно. Да. Человек только, наверное, подключился. Да, мы уже говорили, естественно, это можно сделать, это бесплатно и делается достаточно быстро и без проблем. Вообще, в последнее время в федеральных структурах онлайн вот такие услуги очень активизировались, сервисов очень много, много услуг. Вот что касается Росреестра, что у вас, может быть, прибавилось, какие-то есть новинки в этом отношении? Как и где получить информацию, какую можно онлайн? Ну, вот, как я уже описал, что, в принципе, с кадастровой стоимостью, вернее, с технологией, чтобы найти эту информацию, в онлайне ее получить, абсолютно никаких проблем нет. Достаточно зайти на сайт на ваш данный момент? Зайти на сайт, посмотреть. Единственное, вы увидите срез на текущую дату, либо, ну, чуть предшествующую, неделя-две назад, может быть, да? Если это не принципиально, и вы знаете, что ситуация по участку не поменялась, то, соответственно, вы можете ей пользоваться в справочном режиме. Если вы хотите получить документ, допустим, для обращения, для работы с налоговой, да, лучше заказать на бумажном носителе. Это также можно сделать через интернет. Через сервисы онлайн. Ну, сам пользовался, поэтому здесь могу с ответственностью заявить, что сервис работает великолепно. Следующий вопрос. При оформлении гаража в собственность нужно ли обязательно проводить межевание? Гараж у нас капитальный, трехэтажный. Видимо, речь идет о ГСК, я так понимаю. Если он трехэтажный, вряд ли это индивидуальный гараж. Наверное, в целом отвечу, не по конкретному вопросу, да, потому что здесь индивидуальное дело правообладателя, да, нести ли ему затраты на межевание, ну, вернее, на подготовку межевого плана. В целом, конечно, учитывая ситуацию на рынке, учитывая возможные споры с соседями, возможные разногласия по местоположению объекта недвижимости. Потому что, ну, не секрет, что часто границы на местности и в документах, в кадастре могут не совпадать, да. Для приведения этого всего в норму, естественно, желательно провести кадастровые работы с целью внесения сведений о границах в кадастр. Это желательно, мы это всем рекомендуем. Ну, в любом случае, лучше привести документы в норму. Да. И еще хотелось бы о льготах все-таки поговорить, потому что, вот, не очень понятно, льготы носят заявительный характер вообще, вот, о них нужно заявлять, допустим, в большинстве своем. Или есть вот автоматически, которые, вот, ты выходишь на пенсию, и вот тебе там такая-то определенная льгота или еще что-то там такое. Ну, льготы, льготы у нас, в принципе, их порядок установления, он достаточно интересный. У нас льготы установлены налоговым кодексом, есть. Причем они применяются в том случае, если орган местного самоуправления не установил их. То есть какое-то, допустим, ну, поселение, район, да, взял и установил иные льготы, поменял ставки, применяются эти ставки. Если он не сделал, то применяются ставки, установленные налоговым кодексом. И, соответственно, то же самое касается льгот. Большая часть льгот, как я уже говорил, носят заявительный характер. То есть нужно проинформировать налоговую службу о наличии такой льготы. И основные категории это? Герои Великой Отечественной войны, элицы к ним приравненные, инвалиды первой и второй группы, участники боевых действий, их семьи и так далее, так далее. Список достаточно обширный. Понятно. А массовым, как пенсионеры, не идет речи вообще. Нет. Потому что люди интересуются. Нет, вот это важно понимать. Спасибо большое за то, что пришли в наше время стекло. Но эти льготы могут быть установлены органами местного самоуправления. То есть нужно обращаться в органы, чтобы уточнить. Однако по практике земельного налога можно сказать, что и эта льгота нуждается в обращении в налоговую службу. Значит, нужно обращаться. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!